Журналисты и поборники свободы слова отстаивают право французских карикатуристов на самовыражение, невзирая на бурю протестов в интернете. В соцсети на уходящей неделе взорвал хэштег «Я больше не Шарли». Смысл новых карикатур Шарли Эбдо потерялся в переводе. Два рисунка про несчастного маленького беженца из Сирии, утонувшего по пути в Европу. На одном тело ребенка на песке и надпись «Так близко к цели». Рядом реклама Макдональдса, два детских меню по цене одного. «Они ходят по воде. Доказательство, что Европа христианская, мусульманские дети тонут», гласит текст над второй карикатурой. Еще недавно французское издание было объектом симпатии абсолютного большинства вменяемых людей. В январе двое исламистов устроили кровавую бойню в парижской редакции в отместку за сатиру на пророка Мухаммеда. 11 сотрудников журнала погибли. Фраза «Я Шарли» звучала тогда на всех языках мира. Теперь в соцсетях набирает популярность хэштег «Я не Шарли». Опять же, на всех языках, включая русский. Извините, но я не Шарли. Какая глупая попытка пошутить. Хэштег позор. Пишет автор многих международных бестселлеров Пауло Куэлья. На реплике о том, что сатиры и шутки не одно и то же, он возражает. Эти слова – синонимы, а издание демонстрирует полное отсутствие чувствительности к масштабу трагедии. Журналы угрожают судом. Бывший замначальника лондонской полиции Питер Харперт назвал Шарли Эбдо изданием российским, отражающим моральное разложение Франции. Общество чернокожих юристов сообщит об этой попытке разжигания преступления на почве ненависти в Международный уголовный суд. Британскому юристу отвечает автор одной из карикатур – Карина Рэй. Это критика Европы. Купите себе мозги, чтобы было чем рефлексировать. Конечно же, мы не смеемся над ребенком, пишет Карина в другом твите. Мы критикуем потребительское общество, которое продают эмигрантам под видом мечты. В защиту авторов карикатур выступили коллеги-журналисты. Храбрый Шарли Эбдо смеется не над маленьким Айланом Курди, а над нами. Пишет популярное американское издание Daily Beast, обладатель интернет-Оскара, как лучший новостной сайт мира в 2012-2013 годах. Шарли Эбдо высмеивает заголовки европейских газет. Например, вот этой. На первой полосе британской Daily Mail от 3 сентября – фотография полицейского несущего тела Айлана. И рядом реклама клубничного пирога. Как отличить хорошую сатиру от плохой в интернете? Закон По, названный так в честь своего автора, блогера Натана По, гласит. Пародия на экстремизм и фундаментализм неотличимы от реальных экстремистских взглядов, если сам автор четко не указывает, что это пародия. Перефразируя, для того, чтобы сатиру не приняли за издевку, нужен хотя бы грустный смайлик. Новые карикатуры Шарли Эбдо не просто отличить от ультраправых взглядов на эмиграцию, а значит, согласно закону По, это плохая сатира. И все же те, кто не перестал быть Шарли, отстаивают кардинально иной взгляд на свободу самовыражения. Эти рисунки не о том, чтобы смеяться, а о том, чтобы плакать и решать чудовищную проблему бегства миллионов людей от войны. Они скорее высмеивают европейский бюрократизм и нежелание вникать в чужие беды.